Новая акция с прежними требованиями. Вернуть мобилизованных из Украины прошла у стен Кремля. Жены российских военных, которых призвали прошлой осенью в армию, привлекают внимание СМИ и общественности к этой войне. Каждый день для участников путинского вторжения может стать последним. Женщины из движения «Путь домой» уже в четвертый раз возлагают цветы на Красной площади и говорят вслух о том, что на самом деле происходит на линии фронта. Есть ли реакция властей на голос женщин? Расскажем в нашем следующем материале. У меня дочка отца уже не помню. Просто какой-то бесконечный кошмар. Со своими мужчинами эти женщины попрощались в сентябре 2022-го, когда Путин объявил о мобилизации. Тогда им пообещали семьи воссоединяться через три месяца. Спустя полтора года у стен Кремля россиянки требуют вернуть их мобилизованных мужчин домой. Ранее чиновники объявили, призывники останутся на фронте до окончания войны. Я не боюсь рассказывать. Я не боюсь бороться. Потому что самое худшее, что могло случиться, уже случилось. Для Паулины это уже четвертая акция. В минувшие выходные она не только пришла на Красную площадь, но и провела одиночный пикет у здания российского министерства обороны. Лично моего мужа отправили в штурм. Он магистр прикладной физики. Он айтишник. У него полуторагодовалый ребенок. Когда он родился, ребенку было три месяца. Вот. И сейчас он в штурме. Мария Андреева также просит российскую власть услышать ее голос. Но стоит ей и другим женам солдат повязать белые платки, ставшие символом их сопротивления, и собраться на площади, как к ним тут же подходит полиция. Нам правительство Москвы не разрешает проводить митинги. Поэтому мы скреативили, грубо говоря, и решили, что мы будем проводить эту акцию. И поэтому мы возлагаем цветы в память о павших в зоне СВО, потому что наше правительство тоже делает вид, что в связи с специальной военной операцией солдаты не умирают. Мария – участница движения «Путь домой», в котором состоят уже около 40 тысяч близких российских мобилизованных. Активно выступать за возвращение мужей, отправившихся на войну в Украину, они стали в конце прошлого года. После чего телеграм-канал женщин пометили плашкой фейк, а их мужьям на фронте начали угрожать. На наших мужчин оказывается определенное давление со стороны Министерства обороны. Нам очень сложно говорить о том, поддерживают они нас, насколько сильно они нас поддерживают. Мы действуем в интересах наших семей. Родственницы военных жалуются. Путин объявил 2024 годом семьи в России. Но в то же время он своими руками разрушает семьи, отправляя мужчин воевать. Мы будем дальше проводить наши акции, ну и думать, как еще мы можем медийно привлечь внимание к нашей проблеме, к проблеме войны, которую ведет Российская Федерация по отношению к Украине. Российские провластные СМИ по-прежнему обходят вниманием акции движения «Пути домой». Нет реакции от чиновников. Митинги посещают журналисты так называемых изданий иноагентов. На их вопрос, намереваются ли женщины голосовать за Путина, те отвечают отрицательно. Мы пока приглядываемся к кандидатам. Я приглядываюсь к кандидатам. За любого, только не за Путина. Похожие акции с возложением цветов и привлечением внимания к войне в Украине прошли и в других городах России. Эти кадры из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Хакасии, Воронежа, Калуги. Участницы движения уже объявили о новых митингах по всей стране. Запланированы они через неделю. Времени не так много, как кажется. Каждый день может быть решающим, может быть последним. Санкт-Петербурга, Удмуртии, Хакасии, Воронежа, Калуги. Санкт-Петербурга, Удмуртии, Хакасии, Воронежа, Калуги. Санкт-Петербурга, Удмуртии, Хакасии, Воронежа, Калуги. Санкт-Петербурга, Удмуртии, Хакасии, Воронежа, Калуги.